здравствуйте вы на канале цветочная палитра и с вами я галина сегодня речь у нас пойдет о пикировке сеянцев гейхель но для начала я хотела бы показать результат нашей посевной сейчас перед вами ложка стопроцентный результат вот так выглядят сеянцы заявлено на упаковочке 150 штук семян но могу вам сказать что вот в этом уголочке я только здесь смогла посчитать находится в районе 80 сеянцев так что сколько в этой ложке можно понять что хотела сказать если вы берете у нас семена особенно это касаемо стопроцентного результата то обязательно сети не в одну ложку и не так густо теперь давайте посмотрим на смесь номер 9 вот так выглядят сеянцы смеси номер 9 сейчас у нас крышечка до сих пор еще закрытая и здесь практически стопроцентная влажность для чего я это делаю собственно говоря смотря на эти сеянцы можно понять что сходят семена совершенно не одинаково если мы наблюдаем в ложке уже развитие у некоторых сеянцев двух настоящих листиков то также мы видим сеянцы которые недавно взошли и развернули 2 7 долечки о чем это говорит о том что раннее раскрытие крышек будет способствовать тому что часть сеянцев гейхеры вы потеряете сколько стоят сеянцы гейхеры у меня под закрытыми крышками то есть вот в таком состоянии мои гейхеры находятся в течение двух месяцев примерно за это время уже все семена которые есть которые должны проснуться они просыпаются эту ложечку с гейхерами смеси номер 9 я пока трогать не буду хотя если очень хочется что-то поделать то вот эти большие сеянцы можно аккуратно поддеть зубочисткой и уже как говорится распикировать но я с этой ложкой как я уже сказала работать не буду сейчас она будет стоять еще определенное количество времени закрытой пока я не увижу что требуется мое вмешательство а сейчас я вам покажу мою экспериментальную ложечку это посевы от 17 декабря и вот с этой ложкой я сегодня поработаю мы видим что здесь сеянцы уже все хорошо достаточно взошли и многие сеянцы обгоняют другие по габитусу да что это означает это означает что нам срочно нужно их отсадить почему потому что они очень будут мешать развитию вот таких очень тугодумных и маленьких сенчиков кстати видите в этой ложке есть синиц который только-только взошел но он не только взошел а взошел спустя два месяца именно от посадки больше как бы таких сеянцев мы в ложке не наблюдаем сеянцы с этой ложки я еще не при не приучала к открытому воздуху то есть не приучала к условиям моего дома все эти сеянцы стоят под крышкой до сих пор единственные сеянцы которые стоят без крышки это смесь гейхеры стопроцентный результат вот эту ложечку я уже давно открыла и тут уже собственно говоря при рост вот этих вот знаете как когда дополнительная влажность есть то рост очень очень такой знаете как сильные до подтягиваются растения в этой ложке мы уже наблюдаем что гейхеры становится более приземистыми вот черешочки на листьях становится менее вытянутыми то есть вот это конечно очень хорошо с одной стороны но с другой стороны допустим этот с этой серии я в этом году не работаю я буду работать с серией номер девять и вот с таким вот отбором для себя который я как бы выбрала здесь у меня гейхера рио и midnight rose я хочу посмотреть что же будет какое расщепление родительских признаков я получу именно с этих сортов сейчас мои действия следующие для пикировки мне понадобится грунт в моем случае это как всегда гробал земля садовая желтого цвета мне нужно его слегка пролить слегка сеянцы у гейхеры совершенно совершенно маленькие я не буду поддевать зубочисткой так смотрим откуда он растет сейчас наверное я поближе здесь вот так вот видите куда он растет рядышком с корешком я вот так аккуратно корень еще очень-очень маленький очень-очень и аккуратно мы ее вытаскиваем делать немножко быстрее чем я сейчас показываю вот так свой подготовленный грунт я делаю углубление для корневой и буду заглублять мой сеянец сейчас покажу так по семидольные листики ни в коем случае дальше я его не утоплю вот так по семидольные листики то есть до начала точки роста все процедура завершена и так я буду делать со всеми сеянцами которые мне кажется что уже достаточно подросли значит пикировка она еще знаете чему способствует более быстрому росту сеянцев как ни странно во первых тот грунт который мы сейчас имеем несмотря на то что он не был ни разу палит но посмотрите насколько он уже слежавшийся вот слежавшийся это прямо видно невооруженным взглядом смотрите там даже болтыхается так немножко в коробочке кстати вот вы видите на этом грунте водоросли или мох от чего такое происходит дело в том что эта плошка по моему недогляду растения такие как гейхера выращивается не на прямом солнечном свете но моя плошка попала именно под прямые солнечные лучи и вот отсюда это начался рост этих великолепных зеленушек таких как водоросли и мхи это не страшно вы можете буквально взять палочку да вот так вот подрыхлить все это свое хозяйство цветочное совершенно это вот не страшно он не убьет ваши сеянцы но будет их угнетать если допустим мы говорим о плесени то плесень убивает а этот просто угнетает рост я имею ввиду мох и водоросли и так я заполню вот эту свою плошечку подросшими сеянцами сеянцы я рассадила и для того чтобы они у меня не полегли в первый же день мне обязательно нужно создать для них тепличные условия то есть что я делаю сейчас я поставила это все в емкость и буквально накрою целлофаном насколько я накрою целлофан все будет зависеть от того как будут хорошо приниматься у меня сеянцы у меня прозрачный контейнер поэтому я смогу наблюдать корневую у своих сеянцев что же делаю до еще температура при которой они будут выращиваться будет в районе 20 градусов что касаемо вот этой плошки вы видите что здесь остались а еще какие-то сеянцы и для того чтобы хотя бы как-то улучшить их условия я сейчас сделаю небольшую аэрацию то есть аккуратно аккуратно вот таким вот способом подрыхлю у них земельку им еще недолго здесь жить сейчас вы видите что сеянцы все практически окрашены в зеленый цвет сейчас хотел бы ответить на те вопросы которые очень часто задают мне мои покупатели люди когда видят что все гейхеры взошли зеленые очень сильно пугаются что что же делать почему так я ведь видела что они у вас разноцветные но во первых делать какие-то выводы еще очень очень рано поверьте эта плошка будет совершенно потрясающе совершенно потрясающими расцветками и никаких зеленых сеянцев здесь не останется никаких и так про цвет сеянцев мы с вами поговорили мы поговорили про пикировку про то что когда мы пикируем мы обязательно создаем дополнительную влажность на какое время на то время которое понадобится для укоренения спасибо всем кто задает вопросы из этого собственно говоря и строится видео ответы на ваши вопросы являются ключевыми можно сказать в работе над моим видео теперь вопрос о том что сделать чтобы сеянцы не полегли сейчас мы говорим о той ложке в которой они еще только-только находится не после пикировки с пикировкой мы думаю немножко разобрались резкое открытие крышки то есть вы взяли и убрали целлофан или крышечку сразу моментально очень плохое проветривание знаете когда вы на 10 на 15 минут открываете потом закрываете это не очень хорошо лучше всего делать вот такие вот зазорчики если этот целлофанчик то лучше делать дырочки целлофани допустим первый день мы сделали три дырочки целлофани на второй день вы сделали пять дырочек целлофани так увеличиваете увеличивается к количество дырочек если мы говорим о вот таких контейнеров то мы просто разворачиваем крышку и у нас всегда получаются зазорчики через которые идет воздух так еще один важный момент это температура если вы видите что вы вроде все вот постепенно постепенно приучали приучали но ваши сеянцы все равно продолжают быть угнетенными у них посыхают кончики значит смотрите температуру если температура выше 25 градусов для сеянцев это еще не критично но уже не очень хорошо значит снижаем температуру следующий этап на который еще стоит обратить внимание это подсветка бывает так что мы выращиваем наши сеянцы гейхеры на стеллажах вот здесь тоже знаете с одной стороны отлично потому что есть лампы при которых сеянцы растут в два раза быстрее он к сожалению у меня таких ламп нету но я знаю что у моих покупателей есть такие лампы и то что я имею через два месяца до они могут иметь буквально через месяц и неделю вот значит лампы а лампы тоже имеют определенные определенное нагревание поэтому смотрите за этим внимательно если вы видите что ваши гейхерки стоят под лампами им очень все не нравится возьмите поставьте сейчас на подоконник допустим западной ориентации еще можно держать сеянцы на западных окнах на восточных еще лучше да даже на тех же северных поставьте просто уже уберите подсветочку уберите вот эти все факторы раздражения и думаю что тогда все будет хорошо значит приучение наших сеянцев должно быть постепенное к обычному воздуху это делается не за день не за два и даже не за три в течение недельку дальше мы смотрим на температуру чтобы она не превышала 25 градусов лучше если она держится в районе 20 это просто идеальная температура для роста гейхеры кстати всходит гейхера немножко при более высоких температурах подружнее но потом лучше держать гейхеру при такой именно температурки и последнее обращайте внимание обязательно на освещение которое вы им даете вот так что делать если я сильно густо посадила синицы значит что мы делаем если вдруг произошла вот такая ситуация да опять таки делаем выборку мы смотрим какой вот сеянец больше всего там подрос и можно даже знаете если земля хорошо увлажненная если вы работаете с легким торфом то сеянцы можно вытаскивать даже буквально вот так вот пальчиками у меня в одном видео показано как это делается видите но это конечно очень маленькие еще сеянцы для пикировки я никому не советую пикировать в таком возрасте все-таки а для пикировки нужны два настоящих листа и чтобы уже был зачаточек 3 листочка вот это вот самое такое хорошее время для пикировки вот такие весенцы пикировать еще рано но что как я уже сказала когда вы приучите свои растения допустим да и вы будете видеть что некоторые прямо выстреливают выстреливайте буквально под этого ли его спичка или там зубочистой и аккуратно аккуратно подтащили и пересадили так вам будет легче контролировать вот этот рост потому что если вы останете вы оставите сильно большие сеянцы в этой же ложке они будут угнетать тех малышей которые кстати как правило являются самыми самыми интересными вот вы знаете в этой серии не должно быть никаких таких желтых еще каких-то ярких гейхер ну вот я уже вижу возможно и вы видите да что произошло какое-то очень интересное расщепление родительских признаков и вот этот сеянец будет очень очень интересный смотрите вот здесь тоже салатовенький сеянец а смотрите а вот там вот внутри вообще желтенький наверное на видео не видно хорошо смотрите какой может быть это бесхлорофильный я отсюда не хорошо вижу но я вижу эти сеянцы понимаете вижу так что и в серии стопроцентный результат мы получим очень тоже интересные экземплярчики если вдруг я что-то еще забыла что-то еще упустила задавайте свои вопросы а я не прощаюсь до скорой встречи